В 12 лет меня отдали на секцию. Я просто помню, что я посмотрел какое-то видео, то ли фильм, где там на голове крутились, на руках стояли. Но я тогда был такой, толстый я был. И отец сказал, что если я на голову встану, у меня шея проломится, и мне так пока нельзя, нужно чего-то подводящее. И вот они увидели там объявление в каком-то ДК местном. И там сначала были такие танцы детские. Ну какие-то там они назывались там «Агочи», «Петушок», «Телевизор». Первое время я так присмотрелся, думаю, ну сейчас вот это потанцуем, потом недельки через две, может, уже будем на голове крутиться, потому что мне это родители обещали. Я так и не накрутился на голове, до сих пор не кручусь. Я воздушный гимнаст. Я просто начал приходить на репетиции к ребятам, мне понравилось. Я вообще раньше не видел, я-то в цирк не ходил в детстве. Я про цирк знал, что думал, там клоуны и тигры со львами, больше ничего. Я с ними репетировал, репетировал, дорепетировался. Решения я принимаю взвешенные, но у меня нет такого, что я там боюсь высоты. Допустим, трое нападут на одного. Я не побоюсь вмешаться. А там, допустим, в клетку к тигру я не полезу фотографироваться. Был один случай, когда поднимается экран, и наша трапеция, наш номер, должен уже заряжен быть на высоте. А так получилось, что вся техника встала. Экран поднимается, и я вешу ногами на трапеции, и на такой высоте, что у меня челка на полу. А сам я здесь, и говорю, сидим, сидим, сейчас поднимут, сейчас поднимут, не поднимут, будем думать. Секунд десять, посидим, подождем. И в общем, в итоге там подняли, мы все нормально отработали. Так как я сразу попал в массовый номер, я переживал, как бы мне не уронить кого-нибудь. Потому что если бы уронил цирковой, он бы смог сказать, ну там что-то не пошло. В общем, какой-то технический момент или что-то такое. А если бы я уронил кого-то, то, конечно, бы сказали, ну потому что вот взяли танцора. Я еще учусь на программиста, все-таки я решил поучиться сейчас. Мой брат, он кандидат в мастера спорта по фехтованию. А учится он в технологии дизайна на дизайнера одежды. У нас мама портная, мне кажется, это у нас от нее. Ну я тоже просто, я сказал, у нас от нее, потому что я тоже одно время кожевником подрабатывал. Ну сшил с акваяжа из дома. Нет, сам не уходил, выгоняли бы вам. Ну так просто, когда с братом там наругаемся. Папа суп нагло вылит из-за двери. Постоим, поймем, что неправы, обратно зашли. Получало, потом разбирались, за то ли я получил или не за то. Конечно, там не было такого, что у меня оплошность. Там оплошность предупредили, оплошность поругали, оплошность тапком. То есть, ну не с первого раза просто получалось сообразить, что не надо делать. Я еще и отличником был в школе. У меня были длинные волосы, у меня там очки были, я был толстый, еще самый высокий. Вот я такой вот с восьмого класса я больше-то и не рос. Представляете, восьмом классе вот такой, ну метр, метр восемьдесят. Не сказать, что я там давал себя унижать, но просто всякие подколы вот эти, они меня задевали. Я ни о чем не жалею, мне кажется, я, ну, вырос вменяемом. Я когда выезжаю из-под сцены с партнершей, вот на кольцо у нас номер такой, на кольце, и как раз я был прямо над мамой, получается. И она уже знает по силуэту, она говорит, так, Ишмаева нет, и я сразу поняла, что это ты. И я сразу поняла, что сейчас будет. Она вот так папу хватает за руку. Самый первый трюк, я там вешу вот под шеей просто, получается, ну, без рук, без ног, просто с шеей, получается, держусь. Ну вот, мама сказала, что чуть третьего тогда не родила, когда смотрела. Я с девушкой живу. Она пришла на спектакль и меня увидела. Она мне поставила три лайка ВКонтакте, я ей тоже поставил три лайка ВКонтакте. Ну, потом, ну, списались, ну, в общем, вот так вот получилось. Списались, договорились встретиться, встретились, и все. И уже полтора года, да. Я ее с родителями познакомил. Для меня вот это важно. Я бы не стал знакомить с родителями ту, которую я бы не рассматривал в будущем, как мать детей там и жену. Любовь? Хороший вопрос. Любовь – это когда меняет что-то в себе, но при этом у них нет чувства, что они через себя переступают. Им нравится меняться в ту сторону, чтобы человеку, которому они испытывают это чувство, было легче жить. Вы сказали «мечты», а я это сразу ставлю знак «равно» и говорю «цели», потому что мечты для меня цели. Мне кажется, это одно и то же. На данный момент у меня цель обеспечить своих ближайших родственников, то есть это девушку и родителей. Ну, такие, знаете, просто есть много в интернете видео, где там сын дарит отцу машину, отец ничего не подозревает. Вот я бы хотел в такой ситуации побывать. Я бы, наверное, хотел бы сыграть персонаж не первого плана, а, допустим, вот какой-нибудь антигерой. Какой-нибудь, знаете, такой плохой парень, который нравится девочкам возраста 14-15 лет. И вот у него есть какой-то злой такой друг тоже в его команде, в банде его. Есть возможность, надо идти. Мне захотелось просто. Мне кажется, в кино было бы здорово. Так же, как я с цирком когда-то попробовал, может что-то и получится. Продолжение следует...